Добрый день. На библейский портал Экзигет поступил вопрос, зачем нужны крестные ходы? Я думаю, что таким прообразом притечи наших крестных ходов является, помните, в книге Царств описано шествие царя Давида с ковчегом Завета. Когда низший ковчег, Господи проходили по шести шагов, он приносил жертву тельца, как одет был царь Давид, описано, в каких ярких, красочных одетах. А духовной подоплекой, конечно, является, когда Господь говорит, если кто хочет, идти за мной, отвергни себя, возьми крест, следуй за мной. Эмпирический опыт этих шествий говорит о том, что шествие, оно не просто ходьба, не просто демонстрация, не просто повод скоротать время, а все-таки какое-то религиозное и духовное действие. Это не просто пройти из точки А в точку Б, это совершить молитвенное шествие. Но у каждого думанного слуху результаты каких-то крестных ходов. Каждый знает истории, что после крестных ходов где-то засуха отступала, где-то, наоборот, Господь дожди давал. Вот вспоминается сейчас крестный ход, который совершали наши забайкальцы вокруг полей своих, засуху забайкальскую. И когда выскочивший комиссар на коне подскочил и рубанул икону Божьей Матери, как с нее болелись капли крови. После этого человек раскаялся, ушел, собрал людей, и они очень долго противостояли советской власти на территории Забайкалья. Вот эта икона Божьей Матери до сих пор в Тенде хранится. И до сих пор люди вспоминают, сколько лет прошло, люди вспоминают крестный ход, который совершали старики и женщины втихаря, чтобы никто не узнал. Лишь бы только совершить это молитвенное делание. Но сейчас вспомнилось еще при Владыке и Встафе, в Забайкальском крае, на день Казанской Божьей Матери. Всегда были Казанской Божьей Матери и память Александра Невского, всегда были крестные ходы. Однажды на крестный ход был такой лютый ураган и был такой шквальный ветер, что спортсмены, которые спереди несли хоругви, их разметало по дороге, как щенков просто. И вот завершившийся на самом верху крестный ход у часовни Александра Невского, при последнем аминь, раступилось небо и прямо в архиереи ударил луч света. И Владыка вместо проповеди спросил у народа, каких вам еще чудес надо? Вот и думаю, крестные ходы нужны, полезны, и совершать крестные ходы будет, наверное, еще очень долго нужно, потому что нам с вами нашу загаженную, нашими грехами, землю еще долго очищать слезами покаяния, молитвами и святой водой. Аминь. Аминь.